кому гуля оставил власть есть ли шансы у племянника деда хасана встать во главе мафиозного клана после себя лоту гуля оставил немало спорных вопросов во-первых какой будет судьба всех воров которые нашли в его лице защиту от противников во-вторых обстоятельства его ликвидации до конца не выяснены хотя определенная картина вырисовывается и в-третьих кому предстоит занять место криминального авторитета который ставил палки в колеса шакро молодому со всего света клане гули были люди которым пришлось искать новое пристанище после того как их короля свергли люди деда хасана ровшина ленкаранского собственно принятие последних под свое крыло его и погубила а также отвергнутые шакро молодым воры которые лишились короны после окончания противостояния деда хасана и таро только выйдя из тюрьмы лоту гули сразу принялся окружать себя защитниками так как никто кроме него не стал восстанавливать их в статусе таким образом он скорее всего думал что никому из них в голову не придет предательство последнее время новости пестрили заголовками о том что банды мошенников лоту гули были арестованы правоохранительными органами они дебоширили и в россии и в украине пока их лидер был на свободе последние годы после выхода из тюрьмы лоту постоянно угрожал очередной тюремный срок после 27 лет из 50 прожитых проведенных в тюрьме он всеми силами старался избежать очередного заключения это требовало от вора в законе покинуть его родину где он считался самым главным преступником и кочевать по миру преимущественно оседая то в дубаи то в городах турции привязанность клоту гули может сыграть плохую шутку для всех его приспешников когда начнется перед сфер влияние вряд ли кто-то на них обратит внимание точка поставлена прошла только недели с тех пор как не стала надира салифова наиболее достоверной является теория упирающиеся в месть братьев ровшина ленкаранского все спланировано именно так целая череда улик указывает на подобный расклад дата 19 августа через четыре года и один день после того как салифов избавился от врага так еще есть подозрение что хан бакинский предполагаемый беглец которого успели задержать имел тесные связи с ровшином но у салифова было множество врагов взять хотя бы шакро молодого а также бадрику таискова который не более года назад пытался создать альянс другими сильными ворами чтобы положить конец власти лоту гули из-за этой вражды он даже объединился с альбертом рыжим из-за которого в свое время угодил в тюрьму а также обращался за помощью к мирабу сухумскому который наряду с таро противостоял деду хасану в клан коего входил бадри чтобы отобрать у лоту гули ветвь первенства бадри пытался заключить союз с его заклятыми врагами в сети еще недавно гремели новости касающиеся ответа салифова на действия бадри он чуть ли не клялся что разберется с ним вряд ли он вообще представлял что вскоре потеряет абсолютно все и это только самые видные фигуры пусть все выглядит красноречиво но достоверно никто не может сказать как все произошло о споре и ненависти братьев ленкаранского гули знали все а поделывать различные доводы воры мастера окончательно ставить точку пока рано и кто знает может все так как написано в многочисленных новостных сводках кто же займет престол в свое время салифов забрал у ровшина крупные территории приносящие большой доход его точки размещены в различных странах и вопрос кто же все это заполучит достаточно сомнительный нет такого человека который смог бы подмять под себя всю империю гули шакро не имеет такого влияния как раньше руководя из тюрьмы он только обращает союзников во врагов единственное что сейчас более или менее вырисовывается это распределение зон влияния на нескольких людей например владение лоту в свердловской области могут достаться племяннику деда хасана ее свердловскому взять под контроль всю империю гули которого называли долларовым миллиардером ему вряд ли удастся часть зон влияния вероятно отойдут ахмеду шалинскому правой руке лоту гули занять его позиции он вряд ли сможет так как его репутация в криминальном мире весьма плохая найдется немного людей которые захотят себе такого преступного начальника при этом брат гули далеко не в первой тройке передать власть родственнику ему не удалось да и что его ждет тоже непонятно тяжело представить что все разрешится в ближайшее время и вполне возможны беспорядки в будущем да и наведение порядков все равно ни к чему не приведет воры губит себя следуя фальшивым идеалам вместо того чтобы пытаться построить жизнь без вреда для себя и окружающих ликвидация лоту гули может дестабилизировать ситуацию в челябинске и екатеринбурге курчатовском суде продолжается рассмотрение уголовного дела соратника известного вора в законе лоту гули его недавно расстреляли в турции 50-летний рахман абдулаев обвиняется в вымогательстве и подстрекательстве к убийству передает вести эйзика ссылкой на 31 tv.ru как сообщали правоохранители подсудимый рахман абдулаев который по некоторым данным был широко известен в узких кругах воров в законе вместе с эльдонизом багеровым подозревается в серьезном преступлении судя по материалам дела три года назад в одном из кафе металлургического района они вымогали у призера кубка мира по кикбоксингу 300 тысяч рублей как сообщает ура точка ру они специально не отвечали на звонки земляка хотя тот планировал привести долг в срок после чего они договорились встретиться в ресторане но там заявили что джаниев им должен теперь еще 300 тысяч тот с условиями не согласился и тогда багиров набросился на него с ножом но отправился в нокаут как следует из материалов уголовного дела такой урон своей авторитетности абдулаев простить не смог и по версии силовиков склонил багирова убить джаниева как считают сыщики через неделю обвиняемый эльдониз багиров подкараулил спортсмена во дворе его дома на улице островского и выстрелил ему в голову из обреза потерпевший скончался в больнице тогда двор кикбоксера рамиля джаниева был буквально усыпан цветами позже подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск задержали 25-летнего уроженца азербайджана в троицке криминальный авторитет эльдониз багиров пытался скрыться от оперативников второй обвиняемый рахман абдулаев после того как убили кикбоксера как считают оперативники продолжил вымогать 300 тысяч но уже у знакомого спортсмена задержали мужчину в ленинском районе это оперативные кадры захвата по версии следствия 47-летний авторитет крышевал предпринимателей в ленинском районе но видимо не все хотели платить позже во время следствия и вскрылось что абдулаев может быть причастен к убийству кикбоксера кстати вымогательство ему вменят и подстрекательство к убийству как пишет ура.ру главным авторитетом для подозреваемого был гули по поручению вора в законе он курировал рынки на урале а часть денег направлял для гули только вот вора в законе недавно убили в турции стрелка задержали им оказался один из приближенных криминальному авторитету а вот его убийство не исключено что может дестабилизировать обстановку в челябинске и екатеринбурге контракт на лоту гули убийство вора в законе продолжает вызывать вопросы убийство известного криминального лидера постсоветского мира надира салифова известного как лоту гули вызвало огромный резонанс сейчас все гадают кто наследует его огромную криминальную империю однако не исключено что салифов инсценировал свою гибель лайф обратил внимание на некоторые странные обстоятельства в истории его убийства многие называли салифова вором в законе номер один хотя сам гули считал что первый ворам не нужен с его смертью в криминальном мире начинается большой передел за которым пристально наблюдают правоохранители и спецслужбы многих стран в том числе и россии поминки или день рождения 28 августа собр ворвался в московское кафе зеленый рай где по оперативным данным поминали убитого надира салифова один из оперативников снимал видео с лежащими лицом вниз и с руками на голове гостями кафе особое внимание оператора вызвал некий аждар батыхан аглы мамедов который ответил на несколько вопросов в том числе и о причине посиделок по словам мамедова все собрались здесь для поминовения гули аждар непростой человек обрат известного криминального авторитета эльшана мамедова эльшан эмирджанский которого называли правой рукой гули 11 сентября 2017 года мамедова застрелили в центре тбилиси на глазах у сотни посетителей сидевших на летних верандах ресторанов по данным сми мамедов отвечал у гули закарательные акции которые применялись к несговорчивым землякам или же конкурирующим законникам например однажды эльшан амерджанский похитил в подмосковном щелкове должника вывез его в безлюдное место где облил бензином и поджог одного из воров в законе рафика эйвазова рафик масолинский по приказу эльшана прилюдно избили в одном из ресторанов стамбула в назидание отрезав ему левое ухо видео с этой провилкой впоследствии выложили в интернет также эльшана многие считали причастным к убийству ровшина ленкаранского который управлял овощной мафии до гули известно что во всех религиях поминовение живого человека как мертвого является тяжким грехом по закону шариата траур по мусульманину соблюдается только три дня после кончины у мусульман есть еще традиция отмечать седьмой день после смерти ну а в данном случае его друзья собрались на восьмой день в день рождения гули когда авторитету должно было исполниться 48 лет в сети доступны фотографии убитого лоту гули которого можно уверенно опознать по тату воровской восьмиконечной звезды на правом плече и женскому имени лейла набитому по-русски в области сердца однако во-первых нет фотографий самого ранения по данным полиции в гули стреляли четыре раза в затылок еще одна странная деталь сразу бросающаяся в глаза на видео с не том предполагаемым убийцы гули телохранителем хаканом зейналовым на шее салифова болтается большая золотая цепь но у лежащего на кушетке убитого гули совершенно другая тонкая черная цепь с вкраплениями золота хакан зейналов известный также как хан ахмедлинский снял это видео якобы непосредственно перед убийством видео знак авторского права youtube.com слэшлет по официальной версии гули застрелили в одном из отелей анталии которую он избрал своей штаб-квартирой предполагаемый убийца зейналов утверждал что знал гули с 10 лет но никогда не любил его поэтому и застрелил но в качестве наиболее вероятной причины убийства гули называют все-таки деньги по некоторым данным родственники ровшина линкаранского давали за его голову 25 миллиона долларов ахмедлинский физически сильный мужчина просто гигант даже по сравнению с немаленьким лоту гули он находился с ним постоянно в качестве телохранителя и мог спокойно расправиться с гули наедине они в присутствии остальных охранников также зейналов имел немало возможностей подстроить смерть босса замаскировав ее под несчастный случай так хан имел бы гораздо больше времени чтобы скрыться и наслаждаться жизнью с миллионами долларов ранее турецкие сми писали о последней воле салифова быть похороненным у могилы отца в баку однако хоронили его в стамбуле на кладбище стамбульского района бюкчик медже где и состоялся погребальный намаз на похороны лоту гули пришли сотни представителей криминального мира в том числе из россии и с украины опять же по мусульманским законам гроб с усопшим был закрыт четыре адресата анонса убийства зейналова поймали в тот же день вместе с его предполагаемым сообщником амиром гамедли турецкая полиция распространила информацию что хан ахмедлинский прислал видео как анонс убийства гули как минимум четырем адресатом в отцеп в их числе якобы был известный криминальный авторитет из узбекистана рафшан мухидинов по прозвищу золотой мухидинов является племянником гафура рахимова черный гафур опального экс-главы международной ассоциации бокса айба рахимова разыскивают сша по подозрению в создании международной сети по торговле наркотиками по сообщению турецких сми мухидинова задержали в стамбуле днем 20 августа турецкая полиция допрашивала мухидинова семь часов и отпустила без предъявления обвинений по некоторым данным рафшан кинул дядю на 6 миллионов долларов и черный гафур просил гули наказать его как раз в день убийства гули несколько раз разговаривал с гафуром по телефону и якобы мухидинов мог испугавшись за свою жизнь заказать убийство солифова новое видео зейналова на днях в турецком интернете появилось и другое видео хакана зейналова предположительно убегающего от охраны гули на этом видео с камер наблюдения отеля хан ахмедлинский одет уже во все белое когда как на первом видео которое ранее турецкие правоохранители представляли анонсом убийства гули ахмедлинский снимает видео во всем черном но не исключено что заинтересованные лица организовали отправку видео мухидинову чтобы вести всех в заблуждение сейчас резонансное дело об убийстве надира солифова продолжают расследовать правоохранительные органы турции тамбуля прошли похороны убитого накануне азербайджанского вора в законе надира солифова лоту гули его застрелил охранник хайн заиралов а скрыться киллеру помог водитель гули амир гамедли их удалось задержать как сообщает телеграм-канал в чк агпу одновременно с похоронами солифова зияловы и гамедли под усиленной охраной спецназа на бонимашине доставили в суд для ареста во время дачи показаний хайн азербайлов объяснил свой поступок так я его совсем не любил мы жили вместе мы вместе росли я защищал его мирился с ним годами но я не любил я убил потому что не любил конечно же ему никто не верит убийство было заказным а вот кто заказчик еще вопрос очевидный ответ что эта месть за расстрел в 2016 году законника ровшина джаниева однако наши источники считают что следы от расстрела ведут к московскому фуд-сити которым владеют зарах и лиев и год ниссанов в интервью радио свобода бизнесмен эльгар гаджиев рассказал что во время конфликта с годом ниссановым ему угрожали воры в законе что и неудивительно редакции не раз рассказывал о тесных связях ниссанова с мафией в частности наши источники говорили о возможной связи миллиардера с азербайджанским вором в законе надиром салифовым лоту гули в частности у них был общий враг вор в законе ровшан джаниев ровшан ленкаранский когда год ниссанов и зараз или ив открыли агрокластер фуд-сити главной их задачей было заманить торговцев и оптовиков на данную площадку они предпочитали работать на рынках подконтрольных азербайджанским мафиози в том числе вору в законе ровшану джаниеву ровшан ленкаранский главным сосредоточением оптовиков являлся рынок четыре сезона подконтрольный братьям ананевым и тимофею кургину а все торговцы азербайджанцы работавшие на нем подчинялись ровшану пока оставалась такая ситуация фуд-сити не стоило рассчитывать на большие прибыли после долгих переговоров ниссанову и или его удалось найти общий язык в первую очередь финансовую составляющую вопроса с джаниевым к тому же у него возникли разногласия с ананевыми и кургином в результате ровшан дал добро на массовое переселение торговцев и оптовиков с четырех сезонов на фуд-сити карманы ниссанова и или его потекли огромные прибыли но потом как полагают источники редакции между ниссановым или и вором в законе джаниевым возник конфликт к этому времени ровшан помирился с кургином поэтому пригрозил ниссанову и или его что перегонит всех оптовиков и торговцев обратно на 4 сезона конфликт возник как раз в период когда к освобождению из колонии начал готовиться главный враг ровшина надир салифов причем он выражал готовность работать с торговцами с фуд-сити на более лояльных условиях чем джаниев в результате 18 августа 2016 года ровшан был застрелен в стамбуле все знают что это дело рук лоту гули но беглый бизнесмен тельман исмаилов который дружил с ровшином дополнил тему убийства он начал утверждать что к случившемуся причастен и ниссанов правда быстро отказался от своих слов и оказался очень доволен этим решением после этого у разорившегося исмаилова появились деньги и он стал общаться уже с гули ниссанов совсем чуть-чуть стал победнее он даже не заметил особо этого кстати с гули ниссанов тоже до недавнего времени жил душа в душу оба без ровшина чувствовали себя гораздо лучше однако потом и между ними пробежала кошка в результате близкие к ниссанову силовики объявили салифова в розыск а всех его представителей пытающихся подойти к объектам ниссанова тут же отправляли за решетку однако отсутствие гули в стране не мешало ему диктовать свои условиях для фуд-сити в частности он контролировал значительную часть поставок фруктов а в последнее время по словам источников стал диктовать свои условия в частности по входящей цене и тому подобное год ниссанов ничего этому противопоставить не мог азербайджанские торговцы оптовики до смерти боялись гули и подчинялись ему а он ежедневно мониторил ситуацию и держал связь с москвой при помощи мессенджеров а благодаря дружбе с турецким мафиози номер один седатом пекером салифов мог влиять и на поставки фруктов из турции источники говорят что ниссанова это крайне раздражало и вот теперь гуля отправился вслед за ровшином причем преступление было подстроено так чтобы все подумали что это месть за джани его гули даже расстреляли 19 августа а ровшан погиб 18 августа раскрыты подробности расследования убийства главного вора в законе азербайджана раскрыты подробности расследования убийства в турции преступного авторитета надира салифова известного в криминальном мире как вор в законе гули об этом в среду 2 сентября сообщает издание prime crime по данным издания убийца главного вора азербайджана не внедрялся в окружении гули его завербовали когда он уже являлся доверенным лицом салифова пока не ясно было ли это сделано путем шантажа или подкупа но известно что 25-летнего хагана зейналова хан ахмедлинский после выполнения заказа должен был устранить сообщник амир гамедли который ждал его в машине изначально киллер рассказал турецким силовикам что застрелил гули из личной неприязни позже пояснил что для выполнения заказа его наняли при этом обещанный гонорар зейналову не выплатили 24 августа сообщалось что заказчики обещали киллеру несколько миллионов долларов за четыре выстрела в голову гули число выпущенных пуль не случайно четыре пули означали четыре года со дня смерти ровшина джаниева линкаранский в заказе которого многие подозревали главного вора азербайджана 19 августа 2020 года расстреляли самого гули сообщалось что в момент убийства гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты комнате помимо авторитета находились еще двое в том числе его охранник на вошедшего убийцу зейналова никто не обратил внимание так как авторитет хорошо его знал а мы напоминаем в челябинске судят соратника вора в законе гули он контролировал рынки на урале и планировал собственную коронацию в челябинске судят 50-летнего рахмана абдулаева который считается ставленником на урале одного из самых влиятельных и жестоких воров в законе надира салифова лоту гули гули бакинский убитого в турции 20 августа по версии следствия абдулаев вместе с сообщником элдонизом багеровым вымогали деньги у земляка уроженца азербайджана рамила джаниева а после отказа убили его выстрелом в затылок во дворе собственного дома преступление совершено из-за долга в трехстах тысячах рублей по данным источника ура . ру в правоохранительных органах обвиняемые специально не отвечали на звонки джаниева который хотел привести деньги в срок а через несколько дней на встреча в ресторане бакинский дворик потребовали еще 300 тысяч рублей за просрочку долга тот отказался багиров набросился на него с ножом и был отправлен в нокаут джаниев оказался мастером спорта международного класса по кикбоксингу спортсмен уехал это нанесло урон авторитету абдулаева такого он и его окружение стерпеть не могли по версии силовиков абдулаев поручил багирову убить джаниева во время следствия это подтвердили свидетели по их данным через неделю после инцидента в бакинском дворике багиров подкараулил потерпевшего во дворе его дома в курчатовском районе и выстрелил из ружья в затылок джаниев скончался в больнице багиров равнялся на абдулаева беспрекословно его слушался указание абдулаева не мог не выполнить поэтому багиров не задумываясь пошел на убийство чтобы заслужить еще большее доверие абдулаева полагает силовик участвовавший в задержании обоих на следующий день были поминки джаниева в бакинском дворике собралось более ста человек там был и абдулаев во время мероприятия в кафе нагрянули полиция и отряд спецназа гром они задержали гостей переписали их данные изъяли холодное оружие были данные что родственники погибшего подозревали что абдулаев причастен к убийству джаниева чтобы предотвратить возможную бойню экс начальник отдела по борьбе с арк преступностью ренатка маледдинов организовал и со своими подчиненными спецназовцами из подразделения гу мвд гром это оперативно-профилактическое мероприятие объяснил ура.ру источник в полиции после этого абдулаева арестовали по обвинению в соучастии в убийстве и вымогательстве он отрицал вину угрожал полицейским и свидетелем сотрудники отдела по борьбе с арк преступностью гу мвд по региону столкнулись с большими трудностями при сборе доказательств однако несмотря ни на что подготовили материалы которые легли в основу уголовных дел и с момента задержания обеспечивают оперативное сопровождение дела в том числе в суде ближайшее заседание пройдет в курчатовском райсуде 7 сентября адвокат дарья халитова представляющая потерпевшего отец джанеева сообщила ура.ру что обвинение закончила представлять доказательства и допрашивать свидетелей сейчас идет представление доказательств стороной защиты сказала она высокопоставленный инсайдер в полиции вспоминает что абдулаев оказался в поле зрения силовиков после десятилетнего заключения в исправительной колонии номер один он был в отрицалове не соблюдал требования администрации считался авторитетом среди осужденных он соблюдал воровские традиции и навязывал их своему окружению вынашивал цель стать вором в законе поэтому после освобождения не работал ездил на дорогих машинах жил на съемных квартирах на путь исправления категорически не желал вставать деньги на существование добывал преступным путем например собирал дань от коммерсантов его ненавидели но платили потому что боялись как беспредельщика считает собеседник по его словам абдулаев устраивал сходки и разборки в кафе бакинский дворик он использовал заведение как офис владельцы кафе якобы боялись его поэтому платили и кормили бесплатно абдулаев несколько раз был на грани возвращения в колонию однажды во время обыска у него в жилище изъяли маузер и газовый пистолет переделанный под стрельбу боевыми патронами в это время в квартире был второй человек он заявил что оружие принадлежит ему и сел в колонию а криминальный авторитет избежал наказания и все-таки абдулаев в 2016 году получил второй срок за самоуправство с применением насилия и хранения оружия он получил один год и 10 месяцев колонии за то что вместе с группой земляков требовал деньги с местного жителя главным авторитетом для абдулаева был гули рассказывает представитель одной из силовых структур по поручению вора в законе он курировал рынки на урале и в частности екатеринбургскую овощебазу номер 4 абдулаев часть денег направлял для гули абдулаев знаменит жестоким нравом в этом он равняется на гули который тоже все вопросы решал только силой более того если бы гули был жив то решался бы вопрос о коронации абдулаева после освобождения гули в две тысячи восемнадцатом году абдулаев рвался к нему но еще в колонии суд установил ему надзор обязан отмечаться в полиции и сообщать о перемещениях как за рецидивистом поэтому абдулаеву не удалось вылететь в турцию и встретиться с гули поделился инсайдер источник подчеркивает история с абдулаевым демонстрирует что местные силовики контролируют криминальный мир челябинская область считается красным регионом который контролируют силовики и история с абдулаевым это демонстрирует даже когда у нас сидел вор в законе ахмед шалинский не было беспредела нет никаких предпосылок что что-то изменится резюмировал он